Здравствуйте! Сегодня 13 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Европейским лидерам так и не удалось укрепить надежду инвесторов на то, что ситуация с долговым кризисом еврозоны близится к разрешению. На этом фоне евро-доллар изменил предыдущую ценовую динамику и на торгах в понедельник начал резкое снижение от максимальных уровней диапазона, в котором пара торговалась уже более недели. Агрессивные продажи валюты начались после заявления агентства Moody за возможным понижением кредитных рейтингов всех стран Европейского Союза. Кроме того, агентство Fitch также сообщило об ухудшении кредитных рейтингов стран еврозоны. Полученные теперь уже от всех ведущих рейтинговых агентств предупреждения спровоцировали новый сброс единой валюты, в результате которого курс евро понизился от максимального уровня в Азии 1.3376 до минимума на торгах в Нью-Йорке 1.3162. В нашем прогнозе на вторник предполагаем разворот пары и начало восходящей коррекции евро к целевым уровням 1.3212, 1.3243, 1.3261 и 1.33, а затем возобновление снижения пары. Не оставляем также без контроля уровень предыдущего минимума 1.3162. Если валюте удастся преодолеть этот уровень и закрепиться ниже него, снижение продолжится далее в направлении 1.3086 и 1.3055. Отсутствие конструктивных решений на саммите ЕС, а также предупреждения рейтинговых агентств оказали на азиатско-европейской сессиях в понедельник понижательное давление на фунт и вызвали его активные продажи. На этом фоне курс британской валюты резко снизился, зафиксировав минимум на отметке 1.5536. Однако здесь нисходящий импульс ослаб и курс пары вновь начал восстанавливаться. К середине дня валюта вернулась в утренний диапазон, установив новый максимум на отметке 1.5657. Тем не менее, продолжающийся в ходе торгов падение единой европейской валюты негативно отразилось на ценовой динамике фунта. На американской сессии подъем пары прекратился, а к исходу торгов курс валюты откатился на уровень 1.5582. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление подъема пары к целевым уровням 1.5591, 1.5636 и, возможно, к 1.5690. Далее предполагаем разворот и продолжение снижения пары в направлении 1.5573, 1.5536 и 1.5485. В экономической статистике вторника Банк Японии опубликует показатели деловой активности крупных производителей по отчету Танкан. В Великобритании будут опубликованы индекс потребительских и розничных цен за ноябрь месяц. Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭВ представит данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны и ведущей экономике региона Германии. А центральным событием сегодняшнего дня станет публикация Комитетом по открытому рынку США решения и сопроводительного заявления по основной процентной ставке. Изменения здесь не планируется, ставка будет сохранена на прежнем уровне менее 0,25%. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.